МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Заговор вольных каменщиков. Как масоны узнают своих? Определённые слова, знаки. Неужели весь мир под их контролем? Меня тоже к масонам причисляли. Первые миллионеры Новой России. Как они в одночасье стали богачами? Мы очень быстро превращались во врагов народа. И где сегодня скрывается скандальный создатель АО МММ? Никакая-то не тайна. Живой анальфица в Тавре. А также идеальный агент Дмитрий Поляков. Почему резидента ЦРУ не могли вычислить 25 лет? Самое закрытое тайное общество. Оно окружено массой слухов, мифов и сплетен. Говорят, что эти люди правят миром. Им под силу устроить переворот в стране и обрушить международные финансовые рынки. О масонах слышали все. Но кто они такие на самом деле? Это начиналось как профессиональное сообщество. Сейчас его назвали бы «Союзом строителей». Гильдии вольных каменщиков – это те люди, которые строили, скажем, собор Святого Павла, готические соборы. И их корни тянутся из тех гильдий вольных каменщиков, которые были созданы при ордене тамплиеров и так далее. Я уже не знаю, может быть, еще от царя Соломона. В средневековье ремесленники часто объединялись в закрытые сообщества и не допускали туда посторонних. Так было проще и надежнее сохранять свои профессиональные секреты. Но в какой-то момент братство каменщиков стало отличаться от Содружества аптекарей и гильдии колбасников. В него стали принимать влиятельных людей из других сфер. Братья, которые в масонстве во всем мире, они не работают в мастерском, наугольником, отвесом, не кладут кирпичи, не обрабатывают камни. То есть они не каменщики в полном смысле слова. Они взяли все те ритуалы, все те атрибуты, ту символику, которые были у лож-каменщиков в оперативном масонстве. Ну, а этим и занимаются. Политика. Вот чем занялись масоны в первой половине 17 века. Для начала они стали продвигать идеи равенства и просвещения. На тот момент довольно смелые. И оттого опасные. Они имели представителей своих, можно говорить, агентов в разных организациях, органах управления. И там решались уже более прикладные задачи. Политические, экономические, военные. То есть шло разрушение государственного аппарата, государственности. Экономист Валентин Катасонов досконально изучил историю вольных каменщиков. Он говорит, в какой-то момент они действительно стали революционерами и заговорщиками. Масоны – это как раз та мина замедленного действия, которая взорвала это христианское общество. И на обломках этого христианского общества появилась новая цивилизация, которую мы называем буржуазным обществом, капитализмом, как угодно. Законы конспирации никто не отменял и сегодня. Во всяком случае, современные масоны не носят на груди таблички с именами и титулами. Определённые слова, знаки, которые распознают масоны масонов, которые тоже, так скажем, являются сами. Мало кто из известных людей готов заявить о своей принадлежности к братству вольных каменщиков. Но вот этот человек – исключение. Андрей Богданов не скрывает, он активно продвигает масонское движение в России. На сегодняшний день посвящённых вот с 95-го года более тысячи. Богданов баллотировался в президент России в 2008 году и претендовал на кресло мэра Сочи. Оба раза неудачно. Почему великому мастеру великой ложи России так и не помогли братья по мастерской? Может быть, слухи о могуществе масонов сильно преувеличены? Сегодня в мире к масонам себя причисляют 30 миллионов человек. В США вольных каменщиков 5 миллионов. Примеры столько же в Латинской Америке и Японии. В Англии порядка 300 тысяч. В России немногим больше тысячи. Мало, скажут одни. Достаточно, ответят те, кто знает, что такое масонство. Российские масоны. Кто входит в их число? Андрей Богданов намекает. Это люди влиятельные. Но от конкретного ответа дипломатично уходит. Он, великий мастер, не вправе разглашать эту информацию. Если сам человек не открыл свое имя, то я вам не могу сказать, там, Иванов, Петров или Сидоров. Масон или не масон? Имена масонов можно попытаться найти в интернете. В мировой паутине хватает исследований на эту тему. Попадаются фамилии и действующих политиков, и известных деятелей прошлого. Иногда совершенно неожиданные. Встречаются утверждения, что в масонскую ложу входили шеф КГБ Юрий Андропов и классик отечественной литературы Лев Толстой. Но так ли это на самом деле? Насчет Льва Николаевича Толстого – это очень сборный вариант. Он знал о масонстве. А это значит, что у него были или очень близкие друзья масоны, или он действительно сам входил в ложу. Мы это видим просто на войне и мире. Посвящение Пьера Безухова и так далее, и так далее. Но то, что он был масоном, документы не сохранились. Ровно так же, как и о некоторых людях, о которых мы априори знаем, что они были масонами. Ходили слухи о том, что якобы Ленин или Троцкий где-то во Франции когда-то посетил как чью-то ложу. Но кроме вот этих где-то якобы когда-то, нет никаких данных, и это никак не подтверждается. Известный кинорежиссер Карен Шахназаров в одном из исследований, посвященных вольным каменщикам, обнаружил и свою фамилию. Его отец был упомянут как активный участник масонского движения. Тоже такая толстая книга, тоже. Там мой отец фигурировал как бы как один из главных там архитекторов перестройки, что-то такого, с тайными замыслами. Мы его отца причисляли там к масону, потому что он был помощник Горбачёвой. Могу однозначно сказать, что никаким масоном мой покойный отец, конечно, не был. И я вообще сомневаюсь, что существует какое-то масонское общество. К развалу СССР группа влиятельных людей действительно имела отношение. Шахназаров в этом не сомневается. Но вот масоны ли это были? Понятно, что в мире есть люди, которые контролируют гигантские потоки денег. Логично, что в какой-то момент они с кем-то могут объединиться для того, чтобы у них возникает общий интерес, общий противник. И в этом смысле я не вижу, кстати, в теории заговора там ничего, так сказать, потустороннего. Сергей Карамурзуа написал, вроде как я, какое-то отношение к масонам. Я не могу наручаться, что нет. Я даже не знаю, кто это такие. Чтобы узнать, кто такие масоны, не обязательно влезать в дебри конспирологии. Достаточно открыть толковые слова. Читаем. Цель масонства. Создание мирного объединения человечества в религиозном союзе. Основанном на братстве, любви, равенстве и взаимопомощи. Это то, что можно найти в общедосупных источниках. А вот еще. Девиз вольных каменщиков. Слышишь, видишь и молчишь. Уже интереснее. Так что же слышат, что видят и о чем молчат тайные общества в современном мире? Есть люди, которые уверены. Именно масоны стоят за всеми важнейшими событиями. Они руководят структурами в бизнесе и власти. Писатель Андрей Синельников говорит. Для этого есть все основания. Точнее, были. В прошлые века. Если ты не был масоном, то на тебя смотрели как-то очень косо. И при бизнес-контактах, и при поднятии по политической лестнице, и при административе во всем мире ключевые посты занимали, в общем-то, масоны. И из этого родился некий такой миф о том, что масонство – это мировое правительство. Мифами и символами наполнена вся история масонства. Но много ли правды в том, что приписывают вольным каменщикам? Вот это масонство для меня какая-то переточная вся история. Понимаете, что-то за этим есть, такой из таких фильмов ужасов. Гораздо более серьезные опасности есть, реальные. А это что-то такое, знаете, из категории, там, так сказать, листы, там, это, тамплиеры. Масонские символы и знаки видел каждый. Но мало кто понимает этот тайный код. Та же самая лучезарная дельта, которая ассоциируется с всевидящим оком, это очень сильный символ. И если рассмотреть, то можно и в долларе ее увидеть. Усеченная пирамида со всевидящим оком есть не только на долларе. Ее можно увидеть и на деньгах Никарагуа, и на эстонской кроне, и даже на украинской гривне. Тоже масоны? Неужели они действительно опутали невидимой сетью всю планету? Знак на долларе нарисовал наш Николай Рейрих под псевдонимом художник Масайский. Он нарисовал и заказал ему это. Один из ведущих масонов же Америки, который в то время был госсекретарем. Да, там масса масонских символов на долларе, но это ничего ни о чем не говорит. На Сторублевке Большой театр изображен. И что это значит, что у нас заговор Большого театра, там, балерунов и певцов, чтобы захватить власть? Тем не менее, деятельность вольных каменщиков оказала большое влияние на историю Соединенных Штатов. И масоны оставили здесь следы своего незримого присутствия. Мы можем все эти масонские символы увидеть до сих пор в Соединенных Штатах. Столица США. Вот мемориал Джорджа Вашингтона. Египетский обелиск. Символ, который глубоко почитается масонами. И это, конечно же, не все. Идеально параллельные улицы города при пересечении с диагональными проспектами образуют масонские символы. Угольник и циркуль. Да и оплот американских военных вряд ли случайно называется Пентагоном. Звезда или Пентаграмма еще один важнейший знак вольных каменщиков. Практически все президенты и отцы-основатели вот этого государства. Они имели отношение к масонскому той иной степени. Исследователи считают, вольными каменщиками называли себя как минимум 12 президентов Америки. Масонская ложь тема и была. Точно так же, как и в закладку Капитолия, в краеугольный камень, был заложен камень самим Джорджем Вашингтоном при приведении определенного масонского ритуала. Джордж Вашингтон был посвящен в масоны в 1752 году. Впоследствии стал досточтимым мастером ложи Александрия в Вирджинии. Он носил это звание вплоть до своего избрания президентом Америки в 1789 году. Посвящение в масоны – это не просто экзотический ритуал. Посвящение дает огромную власть. Трумэн в своих мемуарах писал, что для него было величайшей честью председательствовать в масонской ложе в ранге президента Соединенных Штатов. Рузвельт был масоном высочайшего 33-го уровня. Он назначил 9 судей Верховного суда США, из которых как минимум 6-ро были масонами. И это уже не просто совпадение. Не так ли? Президент Трумэн, как и его последователь Эйзенхауэр, тоже был масоном 33-го уровня. Или, если следовать терминологии вольных каменщиков, 33-го градуса. Путь к вершине масонской пирамиды сложен и наполнен ритуалами. Собралась ложа. Открытие ложа происходит строго по ритуалу. Это один из пунктов, связанный в том числе и с посвящением в более высокую степень во вторую или в третью. Это, может быть, так называемые зодческие работы. Это некие автор-рефераты, посвященные той или другой философской, нравственной, исторической теме, которая интересна в том числе и братьям. Исходит некий обмен мнениями и развитием неких идей. Есть такая процедура, как предложить братьям кружку вдовы. Есть такое выражение, такой, так скажем, это или сосуд, или мешок. Проходит по всем братьям. И каждый в кулаке, чтобы никто не видел, сколько ли чем, может или опустить определенную сумму денег, или взять определенную сумму денег, если он в этом нуждается. Но вообще-то действительные члены ложи ни с кем из посторонних не будут обсуждать свои обряды. Это особое таинство. Ритуал, детали которого передаются из поколения в поколение. По крайней мере, так было раньше. Слова какие-то волшебные, я говорю, там, пароли. Но этого давно уже нет, это такая игра. Неужели, кроме этих символов и обрядов, от прежней зловещей организации ничего не осталось? Писатель Андрей Синельников опубликовал несколько книг о масонах. Он заявляет, сегодня братство вольных каменщиков – нечто вроде клуба для солидных господ. И не более того. Это в основном клерки чуть высшего звена. Чуть высшего, не высшего. И выше. Владельцы собственных предприятий. Ну, то есть вот такой вот в нашем понимании средний класс и выше. Это место их, опять же выражаясь современным, место тусовки. Где они собираются раз в месяц, проводят определенные ритуалы. А после этого у них белый стол, агапа. И они на нем обсуждают какие-то свои вопросы. Это такое сообщество по интересам. Причем эти интересы могут быть… Вот у них есть некая тайная связь, на основе которой они единяются. А все остальное может быть разным. Экономист Валентин Катасонов заключает. Если бывшие заговорщики выходят из тени, это нужно только им. Возможно, в целях саморекламы. И это главный признак кризиса масонства. Вольные каменщики уже не те, что были раньше. Сейчас даже не очень интересно говорить о масонстве. Лет 20 назад это было еще интересно. Было масонство и в России. Оно и сейчас есть, но сейчас оно уже совершенно не обладает тем потенциалом. И то и харизмой, как это было 20 лет. Масонство выполнило свою функцию. Впрочем, не нужно забывать еще об одной важной вещи. Все это вполне может оказаться видимостью. Фасадом, за которым кроется нечто более серьезное. Говорят, величайшая хитрость дьявола в том, что он убедил мир в своей нереальности. Может, и здесь то же самое? Все теории заговоров имеют очень похожие сюжеты. Группа людей планирует уничтожить независимость государства и создать новое правительство. И как в случае с любой теорией, одни будут просто верить, что так оно и есть. Другие найдут множество причин для сомнений. Остается только добавить. Если человек хочет найти правду, он обязательно это сделает. Рано или поздно. Смотрите далее. Как заработать миллион по-быстрому? 500 долларов превратили в 50 тысяч. Это два дня. Почему отец АО МММ Сергей Мавроди презирает доллары? Мне абсолютно не интересуют деньги. Это ощущение богатого человека. Идеальный шпион. Он стоил сотни агентов. Убыток, который он принес Советскому Союзу, исчисляется десятками миллионов долларов. Почему резидента ЦРУ не могли вычислить 25 лет? Как говорят настоящие разведчики, шпиум должен быть никакой. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Этих людей называли фарцовщиками и цеховиками. Их преследовали за спекуляцию и грозили расстрелом захищения. Но они все равно выжили. И сделали состояние. Неужели им кто-то помогал и обеспечивал прикрытие? Как разбогател первый советский легальный миллионер Артем Тарасов? И куда вложили свои капиталы первые олигархи? Давайте узнаем об этом у них самих. Прямо сейчас. Это Артем Тарасов. Миллионер. В конце 80-х он шокировал весь Советский Союз. При средней зарплате гражданина СССР в 120 рублей Тарасов получил за месяц 3 миллиона. И самое главное, не скрывал этого. Это было очень опасно. Мы очень быстро превращались во врагов народа, не больше, не меньше. Но представьте себе, в коммунистической стране, где слово «рынок» было преступным, где за спекуляцию давали 5 лет с конфискацией имущества. Артема Тарасова советские власти поначалу не трогали. Как подозревает сам бизнесмен, из-за любопытства. Наблюдали, выживет или нет. Тарасов этим воспользовался. Свой первый капитал он построил на мировой разнице цен. За 500 долларов привозили факс, машину такую. В то время факс, это была такая новомодная штука. Мы ее продавали за 50 тысяч рублей. Официально государственным предприятиям. Да, вот 500 долларов превратили в 50 тысяч. Это два дня. Потом на 50 тысяч мы покупали 50 тонн вторичного алюминия. В стране, где дефицитом было все, уже через месяц Тарасов заработал 10 миллионов долларов. И с этим надо было что-то делать. Сколько раз бизнесмены становились жертвами своего же богатства? Чтобы выжить, Тарасову и его бизнес-партнеру Зальцману пришлось хитрить и выкручиваться. У нас, во-первых, в компании работали несколько сотрудников КГБ, бывших очень серьезных, несколько ученых известных. И несмотря на то, что реально за нами никто фактически не стоял, но, глядя на наш холдинг, было всегда понятно, что, ух ты, туда лучше даже не подходить. Михаил Зальцман – один из самых авторитетных бизнес-аналитиков и в России, и на Западе. Основной капитал он сделал в Америке, на правительственных обучающих программах. А свой первый миллион заработал в СССР. Есть 98% бизнесов, которые существуют в мире, очень интересно, у нас вообще нет практически. Все вот зациклились в оставшиеся два, и вот сидят на них. Мы всегда думали, что если где-то людно, нам там делать нечего. Мы всегда шли туда, где нет вообще никого. Кирсан Илюмжинов получил известность как первый президент республики Калмыкия и большой поклонник шахмат. Но сам себя он всегда называл неугомонным предпринимателем. В 89-90-е годы я очень много работал в бизнесе. Там ребята, может, посчитали, около 50 компаний я создал. В СССР предприниматели тоже были. Их называли цеховиками. Работали они подпольно. Советские законы запрещали частникам организовывать предприятия и продавать товары. А когда все изменилось и кооператоры вышли на волю, вместе с ними появилась и новая агрессивная прослойка. Рэкет, бандиты, крыша. Я бы так сказал, бандитский криминальный бизнес формировали в своей службу безопасности. И это такая сложная, такая гремучая смесь. Бывшие спортсмены, борцы, боксеры, бывшие десантники. Бизнесмены «Новой России» все равно, что «Камикадзе», заметил однажды Артем Тарасов. Он знал, о чем говорил. В 1989 году миллионера обвинили в хищении в особо крупных размерах. По этой статье уже были расстреляны директора двух магазинов – Елисеевский и Океан. Тарасову же, по его мнению, помогла программа «Взгляд». Если бы тогда не «Взгляд», который, вот я вышел и сказал, я хочу обратиться ко всему народу. Вот меня сейчас гнобит Министерство финансов, и министр Гостев был такой, министр. Давайте сделаем открытый судебный процесс. И все-таки известность не спасла миллионера Тарасова от преследований. Врывались ночью в квартиру, алинициировали ограбление, уносили все, оставляли деньги. Забыли брать, прям пачка лежала. Нанимали авторитета уголовного за 12 тысяч, чтобы было первое политическое убийство. После этого другого выхода не оставалось. Тарасов бежал в Лондон. Вернулся лишь в 2003 году. Интересно. Вот, например, «Пирамида веселья». Это фильм «Пирамида». Его сценарий написан по одноименной книге Сергея Мавроди. Фильм сказки, я уже говорил неоднократно. К реальности он имеет отношения весьма мало. Но многим нравится. Сергей Мавроди – один из самых известных людей современной России. Правда, слава эта сомнительная. По разным оценкам, от его деятельности пострадали 15 миллионов вкладчиков. Сейчас Мавроди практически не выходит на улицу. Интервью журналистам дает исключительно с помощью веб-камеры. Мне отдавал в классическом варианте до марта прошлого года. Этот классический вариант кончился тем, что меня пригласили в суд, и последовали известные события. Дали 15 суток, потом 5, точнее. Потом собирались давать для бесконечности. Сергей Мавроди рассказывает, свой бизнес он начал потому, что было интересно и стало можно. Поначалу фирма Сергея Мавроди торговала оргтехникой. Потом ее руководитель решил привлечь оборотные средства. А затем он ввел в действие схему, которую принято называть финансовой пирамидой. На Западе она уже была хорошо известна. Однако для россиян такой бизнес оказался в новинку. Агрессивная реклама и слухи о гигантских процентах превратили МММ в мощную финансовую корпорацию. Но ненадолго. Даже спустя годы скандалов с МММ, аналитики не пришли к общему мнению. Кто такой Сергей Мавроди? Финансовый гений или авантюрист и мошенник? Сидя в тюрьме в 1994 году, бизнесмен умудрился зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы России. И более того, успешно выиграл выборы. Сам Мавроди признает, что никогда и не стремился, что называется, оставаться в белом. Может ли считаться честным человек, занимающийся бизнесом в принципе? Вопрос серьезный и сложный. Я считаю, что нет, не может. То, что главное в бизнесе прибыль, а все остальное не важно, предприниматель доказал много раз. В 1997 году МММ официально признали банкротом. Но Сергей Мавроди все равно убедил людей вкладывать деньги в новую пирамиду. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и добились прекращения депутатских полномочий. Мавроди скрылся и был объявлен в международный розыск. Я это не скрываю, я уже неоднократно говорил, что бизнес порочен на своей основе. Что бизнес, в общем, современная мировая финансовая система, она зло. Но и в подполье бизнесмен не угомонился. Создал теперь уже виртуальную фондовую биржу. Эта пирамида рухнула, как и все ее предшественницы. В 1994 году Геннадий Бурбулес встретился с президентом Чили Аугусто Пиночетом. Чиновник задал ему главный вопрос. А что бы вы хотели передать президенту Борису Ельцеву? Он мне сказал, передайте вашему президенту. Самое главное в реформах – это малый и средний бизнес. В 90-е годы в торговцев переквалифицировались даже олимпийские чемпионы. Например, Александр Тихонов – легендарный биатлонист. Я нашел старых друзей, которые что-то там продавали. Тогда все покупалось, все продавалось. Ну, как и сейчас. Продавал автомобили, потом заключил с итальянцами пекарни, комбайны, все подряд. Из каждого проданного агрегата, из какой-то модели, я получал 5%. Так четырехкратный олимпийский чемпион зарабатывал на жизнь. Он и сейчас признается – торговать было стыдно. Старался, как говорится, похуже выглядеть, чтобы не узнавали. Свой первый капитал Александр Тихонов вложил в пекарню. Затем занялся сельским хозяйством. Со временем открыл ресторан. Планов было громадьё, вспоминает спортсмен. Но его успешно развивающуюся бизнес-машину притормозили. Для того, чтобы вот сейчас открыть какое-то новое дело, мы столкнемся с такими препятствиями. Сергей Мавроди после многолетних скандалов стал философом. Он любит повторять, что презирает деньги. Могу сказать, на жизнь хватает, и слава богу. Мне абсолютно не интересуют деньги. Это ощущение богатого человека. На вопрос, где он сейчас живёт, отвечает, мягко говоря, уклончиво. Никакая это не тайна. Живой анальфик Сантаурик. Мавроди жалуется, что у него в текущих планах апокалипсис. Хотя это не помешало ему заявить о создании политической партии МММ на Украине. Он даже планирует баллотироваться в Верховную Раду. В записной книжке Кирсана Илюмжинова половина списка Форбс. Бизнесмен утверждает, что почти с каждым открывал какой-то бизнес, раскручивал, а потом уходил. Этих всех денег же не заберёшь с собой. Я понял, с самого раннего детства, о чём учил Будда. Он говорил, в жизни нельзя ни к чему привыкать. Даже к физическому своему телу. Рано или поздно ты уйдёшь из этого тела и перейдёшь в другое. Первый советский миллионер утверждает, что среди его находок есть даже лекарства от рака. У нас лечат СПИД, у нас есть технологии, лечащие без инсулина диабет. И человек это тоже делает 8 лет. И я у него спросил, какова эффективность, процент эффективности. Он говорит, 100%. Так в чём же секрет успеха первых советских миллионеров? Как им удалось удержаться на плаву столько лет? И более того, сохранить и приумножить капитал? Артём Тарасов объясняет это так. Главное – уметь просчитывать всё на несколько шагов вперёд. Вовремя ставить точку. И хотя бы иногда не только брать, но и отдавать. Не так давно первый советский миллионер Артём Тарасов снова удивил всех. Он сообщил, что у него есть советские облигации на 205 миллиардов долларов. Бизнесмен купил их, когда в 1991-м бежал в Лондон. Только так он смог обналичить свои несметные капиталы. Теперь Тарасов готов потратить все 205 миллиардов на российскую науку. Но просит поддержки правительства. Сможет ли миллионер пустить в ход советские облигации? Думаю, узнаем очень скоро. Смотрите далее. Самый удивительный агент ЦРУ. Неуловимый мститель или тщеславный предатель? Играть шпилов – это вообще дело неблагодарное. Почему за него просил лично президент США? Убыток, который он принёс Советскому Союзу, исчисляется десятками миллионов долларов. И что заставило боевого генерала стать американским шпионом? Следователи удивились, что Дмитрий Поляков за 25 лет предательства заработал всего 72 тысячи долларов. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Джеймс Бонд, Максим Максим Ичасаев, Джейсон Борн. Кто не знает этих знаменитых шпионов? Но это всё киногерои. В реальности разведчик должен оставаться в тени. Только тогда его можно считать идеальным. Именно таким был Дмитрий Поляков, генерал ГРУ. Как утверждают профессионалы, за четверть века он принёс советской разведке больше вреда, чем сотни других шпионов. Поляков продержался в рядах отечественных спецслужб почти 25 лет. Чем объяснить его поистине сверхъестественную живучесть? Конец 80-х. Перестройка. Военная коллегия Верховного суда СССР рассматривает беспрецедентное дело. На скамье подсудимых генерал-майор главного разведывательного управления Дмитрий Поляков. Ему предъявлено самое тяжкое обвинение – измена Родине. Уникальность его казуса состоит в том, что он проработал, как никто из его коллег-изменников, долго нашего противника на Соединённые Штаты 25 лет. За эти годы шпион передал американцам сотни чертежей с секретными разработками. Открыл планы стратегических операций, не говоря уже о рассекреченных агентах. Их провал дорого стоил нашей разведке. Убыток, который он принёс Советскому Союзу, исчисляется десятками миллионов долларов. За шпионаж и измену Родине 27 ноября 1987 года Дмитрий Фёдорович Поляков приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. Полякова Дмитрия Фёдоровича признать виновным в измене Родины в форме шпионажа. Но как этот заслуженный во всех отношениях человек мог оказаться предателем? И почему в его измену долгое время никто не мог поверить? Это феноменальная история по своей сути. Потому что Дмитрий Поляков – это заслуженный офицер, фронтовик, кавалер нескольких боевых орденов. И вдруг такая метаморфоза. После окончания школы Дмитрий Поляков поступил в Киевское артиллерийское училище. Великую Отечественную войну он встретил командиром взвода. Воевал Поляков на Западном и Карельском фронтах. Был командиром батареи. А в 1943 году был назначен офицером артиллерийской разведки. Получил на грудь не слабенький ордена Красной Звезды Отечественной войны. Он фронтовик. Перспективного офицера тут же приняли на службу в главное разведывательное управление. Карьера человека, в общем-то, развивалась, можно сказать, обречетяще. 30 лет подполковник, 39 лет полковник, 40 лет пребывает во вторую командировку в Соединенные Штаты Америки. Карьера полковника Дмитрия Полякова идет в гору. И в семье долгожданная радость. Родился сын. Но счастье оказалось недолгим. Ребенок заболел. Нужна была срочная и очень сложная операция. Одну операцию сделали. На вторую денег у резидентуры не было. Запросили в центр. Там отказали. И через некоторое время ребенок умер. Историки спецслужб рассказывают, что еще до назначения в США и личной семейной трагедии офицер Поляков уже искал выход на определенные западные структуры. Когда он получил первое назначение в Западную Германию, он уже тогда пытался найти контактер. То есть контакт с западными спецслужбами. Просто ему не поверили в начале. Ноябрь 1961 года. Нью-Йорк. Дмитрий Поляков идет по Бродвею. Русский офицер-разведчик праздно рассматривает витрины магазинов, афиша знаменитых бродвейских мюзиклов, замысловатое здание Линкольн-центра, напоминающее палубу гигантского корабля. Со стороны кажется, что мужчина просто вышел на прогулку теплым осенним днем. Однако через какое-то время к нему подходит незнакомец. Что-то говорит, и они спешно сворачивают в ближайший ресторан. Рукопожатием заключают устный контракт. И через некоторое время он просто становится агентом ФБР, Федерального бюро расследования, под кличкой Бурбон. Бурбон, Топхед, Дональд, Спектр, ФБР и ЦРУ дали Полякову множество прозвищ. Он стал контрагентом высшей категории. На профессиональном сланге таких шпионов называют кротами. Он свой, занимает высокое положение в Главном разведывательном управлении Генштаба. А значит, знает работу советской разведки изнутри и имеет доступ к самым засекреченным документам. Когда ЦРУ вдруг поняла, что этот кладезь информации, этот вездеход в пустую растрачивает свое ограниченное время пребывания в Соединенных Штатах, и они обратились к президенту Кеннеди с просьбой передать им на связь. Кеннеди тут же поднял трубку, позвонил Эдгару Гойеру, тот возражать не стал, и передали его на связь с Центральному разведуправлению. Летом 1962 года подполковник Поляков вернулся в Москву и тут же получил должность старшего офицера третьего управления ГРУ. Его фактически поставили следить за деятельностью советских разведчиков в Нью-Йорке и Вашингтоне. Играть шпионов – это вообще дело неблагодарное. Шпионов, предателей, потому что симпатии зрителей всегда будут на стороне положительных героев. Актер Борис Клюев сыграл одного из самых ярких шпионов ЦРУ в истории советского кино. В телефильме «ТАСС» уполномочен заявить, его персонаж – сотрудник МИДа, он же резидент под оперативным псевдонимом «Трианон». Как говорят настоящие разведчики, шпион должен быть никакой, он должен быть незаметный. Он должен быть незаметный. Но, конечно, в картине, в фильме это все имело другой смысл. И мы умышленно на это шли, потому что было очень много претендентов на эту роль, выбрали меня. Ну, значит, в общем-то, хотели вот именно, чтобы он такой и был. Он действительно был неожиданный, он был интеллигентный, мягкий, по крайней мере, я пытался его таким делать. В фильме показана технология передачи информации. Примерно так же это выглядело и в случае с реальным шпионом. После возвращения в Москву в сентябре 1962 года в парке имени Горького контрагент Поляков заложил первый тайник. Непроявленную пленку в кассете, предварительно облепив ее пластилином и обваляв кирпичной крошке. Посидел еще несколько минут, встал, свернул газету и ушел, как ни в чем не бывало. Очень скоро в газете «Нью-Йорк Таймс» в разделе объявлений появилось короткое зашифрованное сообщение. Американцы получили контейнер. Он передал американцам телефонный справочник генерального штаба, что он передавал американцам подписку журнала «Военная мысль». Она в то время была для служебного пользования. Подписчикам отправлял в закрытый конверт. Но он передавал сведения разведчика, который направляется за границу, работая. В 1973 году Дмитрий Поляков прибывает в Индию. Здесь его подрывная деятельность едва не оборачивается катастрофой для СССР. Резидент выдал имена четырех американских офицеров, завербованных ГРУ. А также передал фотопленки документов, рисующих картину реальных политических отношений Китая и Советского Союза. Эти документы оказали огромное влияние на внешнюю политику США. Благодаря им аналитики ЦРУ сделали вывод. Между Советским Союзом и Китаем нет никакой дружбы. В 1972 году американцы наладили отношения с Мао Цзэдуном. И Китай из возможного союзника СССР превратился в его вероятного противника. Если бы не Поляков, возможно, вся история пошла бы по другому пути. Американцы давали Полякову подробные инструкции. Каждый раз, возвращаясь из командировок в Москву, агент раздавал подарки сослуживцам. Самые дорогостоящие презенты он вручал начальству ГРУ. ЦРУшники называли их «сувениры роста». Для того, чтобы легче без задержек или спокойно, без напряжения получить звание генерала-майора, Поляков вручил Изотову серебряный сервиз на 12 персон. Представляете, я думаю, что на грузовике его привезли, этот сервиз. Конечно, не за собственные деньги купленные, а это деньги ЦРУ. И тогда уже генерал Поляков сдавал все новых и новых советских агентов. Многие рассекреченные разведчики попали в тюрьмы, кому-то удалось бежать. Особенно тяжело пришлось нелегалам. Достоверно известна судьба только одной разведчики, это Мария Дмитриевна Доброва. Женщина, которая еще в 1937 году принимала участие в гражданской войне в Испании. Прожила всю Ленинградскую блокаду. В Америке сотрудница ГРУ Мария Доброва работала под прикрытием хозяйки косметического салона. Ее посещали высокопоставленные политики и военные США. Поляков выдал Доброву одной из первых. Эта женщина выдана Полякову. В момент ареста она предпочла покончить жизнь в убийстве. Поляков выдал американцам 19 советских разведчиков-нелегалов. И раскрыл принадлежность ГРУ и КГБ около полутора тысяч действующих офицеров. Возникает вопрос, неужели никто не подозревал его в шпионаже? Однажды кто-то из сотрудников высказал сомнения в отношении Полякова. Но один из заместителей председателя КГБ отрезал. Генерал разведки шпионом быть не может. Полякова было крайне сложно заподозрить. Фронтовик, заслуженный генерал. Жил скромно, денег не тратил. Как можно определить, если человек живет на те средства, которые у него есть? У него дача государственная, машина небольшая. Обычно там Волги использовали. У него была обычная победа. Однако историки спецслужб рассказывают, что было несколько моментов, когда руководство ГРУ должно было насторожиться. Главное разведуправление сумело завербовать некоего Роберта Хансона. В то время сотрудник Нью-Йоркского отделения ФБР, который немного и мало сдал Полякова. Понимаете, сказал, что этот человек работает на Соединенные Штаты. Но советские спецслужбы решили, что это подстава. Были и другие предупреждения. В 79-м году был создан специальный центр парапсихологии при ГРУ Генштаба СССР, который мог на расстоянии внедряться в сознание человека и определять. Когда парапсихологам контрразведчики обратились, они не поверили своим ушам. Потому что предателем контрразведчики назвали генерала-майора ГРУ Дмитрия Полякова. Американцы создали свою формулу вербовки – МАЙС. Её название образовано первыми буквами слов «деньги», «идеология», «компромат» и «тщеславие». Но что из этих составляющих заставило предать Полякова? Деньги? Следователи удивились, что Дмитрий Поляков за всю свою жизнь, за 25 лет предательства, заработал всего 72 тысячи долларов. Однако есть свидетельства, что заядлому рыбаку и охотнику Полякову ЦРУ делало роскошные подарки. Я думаю, что за 25 лет работы на ФБР, а потом на ЦРУ, Дмитрий Поляков получил в итоге сумму, которая далеко зашкаливает за 5 миллиардов долларов. С другой стороны, не исключено, что Дмитрий Поляков не смог простить советским спецслужбам смерти сына. Советские представители считали, что лучше оказывать ему медицинскую помощь в наших медучреждениях, а не в американском госпитале. Ну, как бы то ни было, это было воспринято именно как отказ помочь устроить ребёнка в платную клинику. Но только ли смерть сына подтолкнула советского разведчика на предательство? У него были репрессированные дедушка с бабушкой, обида на советскую власть копилась, и репрессированный отец. И вот этот кодекс строительства коммунизма для него был, ну, как красная тряпка для быка. Генерал-майор Дмитрий Поляков благополучно дожил до пенсии, но его всё-таки вычислили. По одной из версий, в 1985 году его сдал кадровый сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный КГБ. По другой, его засветил американский журналист, неосторожно упомянув в своей статье. Так или иначе, развязка наступила. 15 марта 1988 года предатель Родины расстрелян. Примечательно, что официальная информация об исполнении приговора появилась в советской печати лишь в 1990 году. Интересно, что помиловать Полякова просил лично американский президент Рональд Рейган. Это произошло в мае 1988 года, во время его встречи с Михаилом Горбачёвым. Американская сторона предлагала за бывшего генерала целых пять любых советских шпионов. Но Горбачёв ответил просто. Человек, о котором вы говорите, уже мёртв. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин